Всем привет! Рад, что вы заглянули на Техноарену. На нашем канале вас ждет множество видеороликов с обзорами, сравнениями и топовыми подборками новых и популярных смартфонов. Если вы интересуетесь современными мобильными гаджетами, оставайтесь с нами. Скучно не будет! Мой сегодняшний обзор посвящен лучшим моделям смартфонов, представленных на рынке в настоящий момент и достойных звания топа за свои деньги. Я представлю вам подборку из 10 отличных гаджетов, относящихся к разным ценовым сегментам и демонстрирующих оптимальное соотношение качества, стоимости и функциональных возможностей. С основными характеристиками этих смартфонов и их особенностями я познакомлю вас в этом видео, а узнать подробнее о заинтересовавших вас устройствах, в том числе и их актуальную стоимость вы сможете по ссылкам на проверенные интернет-магазины, которые я оставлю для вас в описании под роликом. Итак, устраивайтесь поудобнее, представляю вам 10 лучших современных смартфонов из разряда топа за свои деньги. Желаю вам приятного просмотра, буду очень благодарен за лайк и подписку на наш канал. Крутой бюджетник Xiaomi Redmi 9 входит в число лучших моделей линейки. Помимо чипа NFC, смартфон примечателен к качественным IPS-экранам диагональю 6,53 дюйма с разрешением FHD+, широкоугольной фронталкой 8 Мп в V-образном вырезе, солидной батареей 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, а также основной квадрокамерой с 10-кратным цифровым зумом, поддерживающим съемку видео FHD, представленный шириком 13 Мп, сверхшириком 8 Мп, макрообъективом 5 Мп и сенсором глубины 2 Мп. И все это при демократичном ценнике. За производительность гаджета отвечает довольно шустрый 12-нанометровый процессор Helio G80 с тактовой частотой до 2 ГГц. В России модель представлена в двух конфигурациях памяти 3 плюс 32 ГБ и 4 плюс 64 ГБ. Смартфон оснащен тройным слотом с лотком для microSD на 512 ГБ, четко срабатывающим тыльным дактилоскопом, современным разъемом USB Type-C и К-портом для управления бытовой техникой, мини-джеком для наушников и FM-радио, работающим без гарнитуры. Корпус у гаджета пластиковый, практичный, с рельефной текстурой, благодаря которой он не собирает ни следов от пальцев, ни других загрязнений. Спереди установлено защитное стекло Gorilla Glass 3. Еще один классный бюджетник Xiaomi с выдающимся для своего ценника оснащением – это Poco M3. Его главная фишка – это долгоиграющая батарея 6000 мАч с увеличенным ресурсом свыше 1000 циклов подзарядки без потери емкости и поддержка двух типов зарядки – быстрой 18 Вт и обратной для запитки маломощных устройств. Сердцем гаджета является хороший энергоэффективный 11-нанометровый чип Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2 ГГц. Модель выпускается в двух вариантах флэш-памяти 64 ГБ стандарта UFS 2.1 или 128 ГБ типа UFS 2.2. Смартфон представлен в России с 4 ГБ оперативки. К достоинствам гаджета относятся качественный экран диагональю 6,53 дюйма с матрицей IPS, разрешением FHD+, фронталкой 8 Мп в V-образном вырезе, тройной слот с гнездом для microSD до 512 ГБ, разъем USB Type-C, миниджек, FM-радио и датчик, точный боковой дактилоскоп, стереодинамики и хорошая основная камера. Сам по себе набор объективов не богатый, главный сенсор 48 Мп дополняется макрообъективом и датчиком глубины по 2 Мп каждый, но снимает основная камера без разнареканий. Есть поддержка записи видео FHD SlowMod 120 FPS. Смартфон имеет оригинальный и броский дизайн. Корпус выполнен из прочного пластика и текстурирован под кожу, что добавляет ему не только необычности, но и практичности. Лицевую сторону гаджета защищает стекло Gorilla Glass 3. Конечно, жаль, что ради демократичного ценника производитель пожертвовал ультрашириком и чипом NFC, но за столь внушительную батарею в бюджетнике эти жертвы можно простить. А вы как считаете? Среднебюджетник Honor 10X Lite лишен гугла-сервисов, но имеет немало других достоинств. Он обладает добротным IPS-экраном, диагональю 6,67 дюйма с разрешением FHD+, встроенной фронталкой 8 Мп, живучей батареей в 5000 мАч с поддержкой быстрой обратной зарядок, мощностью 22,5 и 2,5 Вт соответственно, а также шустрым боковым дактилоскопом и приличной основной квадрокамерой. В ее состав входит главный модуль 48 Мп, ультраширик 8 Мп, макрообъектив и сенсор глубины по 2 Мп каждый. Имеется поддержка шестикратного цифрового зума и записи видео FHD. За производительность смартфона отвечает 14-нанометровый процессор Kirin 710A с тактовой частотой до 2 ГГц. Платформа хотя и не первой свежести, но отлично справляется со всеми задачами, кроме гейминга на максималках. Гаджет выпускается в конфигурации памяти 4 плюс 128 ГБ. Есть тройной слот с лотком для microSD на 512 ГБ, разъем USB Type-C, мини-джек, FM-радио и чип NFC. Без контактной оплаты возможны через SberPay и приложение «Кошелек». Смарт получил элегантный корпус из пластика. Спереди установлено стекло Gorilla Glass. Нельзя не упомянуть в числе лучших и среднебюджетный народный хит Xiaomi Poco X3. Благодаря ставке производителя на сбалансированность, гаджет получился весьма удачным по всем фронтам. Его основными козырями, помимо доступной цены, являются шустрый, но энергоэффективный 8-нанометровый процессор Snapdragon 732G с тактовой частотой до 2,3 ГГц, чип NFC, отличный 120-герцевый IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением FHD+, повышенной частотой дискретизации. 240 Гц, оптимизированным энергопотреблением и встроенной фронталкой 20 Мп, а также солидная батарея 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и хорошая основная квадрокамера. Она состоит из главного модуля Sony IMX682 разрешением 64 Мп, сверхшириком 13 Мп, макрообъективом и датчиком глубины по 2 Мп каждый. Есть поддержка съемки видео 4К и слоу-мо до 960 FPS. Смарт может похвастаться дополнительными плюшками в виде стереодинамиков и LED-индикатора уведомлений. Также он получил точный боковой дактилоскоп, разъем USB Type-C, мини-джек, FM-радио и К-датчик и двойной гибридный слот с поддержкой microSD до 256 ГБ. Модель выпускается в двух вариантах флэш-памяти 64 или 128 ГБ. Объем оперативки у смартов, представленных в России, составляет 6 ГБ. Гаджет примечателен глянцевым пластиковым корпусом с оригинальным дизайном. Спереди установлено стекло Gorilla Glass 5. Имеется брызгозащита по стандарту IP53. Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro балансирует на грани среднебюджетного и среднего ценовых сегментов. Ссылки на этот и другие смарты из этого топа вы найдете в описании под роликом. Гаджет обладает улучшенной основной квадрокамерой, представленной главным широкоугольником 64 Мп, сверхшириком 8 Мп, макросенсором 5 Мп и датчиком глубины 2 Мп. Она поддерживает десятикратный цифровой зум и умеет снимать видео 4К и слоу-моды 960 FPS. К достоинствам модели также относят шустрый 8-нанометровый процессор Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц, хороший IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением FHD+, и встроенной фронталкой 16 Мп, а также качественный боковой дактилоскоп, чип NFC и мощная батарея 5020 мАч с поддержкой скоростной зарядки 30 Вт. Также в смарте предусмотрен LED-индикатор уведомлений, ИК, датчик FM, радио, мини-джек, разъем USB Type-C и тройной слот с гнездом для microSD до 512 ГБ. Гаджет выпускается в двух вариантах флэш-памяти 64 или 128 ГБ. Объем оперативки у смартов, представленных в России, составляет 6 ГБ. Модель получила красивый глянцевый корпус из двух стеклянных панелей Gorilla Glass 5, объединенных рамкой из пластика. Есть брызгозащита, есть брызгозащита. Realme 7 Pro. Модель Realme 7 Pro относится к среднему классу. Ее главными фишками являются поддержка супербыстрой зарядки 65 Вт, позволяющей полностью запитать двойную встроенную батарею общей емкостью 4500 мАч всего за полчаса, а также эффектный S-AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением FHD+, функцией AOD и встроенным дактилоскопом и широкоугольной фронталкой 32 Мп. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3+. Смарт получил уже упоминавшийся процессор Snapdragon 720G. Стереодинамики, тройной слот, слотком для microSD на 256 ГБ, разъем USB Type-C, мини-джек, чип NFC и хорошую квадрокамеру. В ее состав входит главный сенсор Sony IMX682 разрешением 64 Мп, сверхширик 8 Мп и 2 Мп макрообъектив и черно-белый модуль. Камера оснащена стабилизацией Usius Max, а также поддерживает запись видео, 4К и слоумо 128 FPS. Смарт выпускается с 6 или 8 ГБ оперативки. Объем флеш-памяти составляет 128 ГБ. Гаджет примечателен матовым пластиковым корпусом с брызгозащитой и интересным дизайном. Еще один отличный гаджет из среднего ценового сегмента – это Xiaomi Mi Note 10 Lite. Он оснащен долгоиграющей батареей 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт, чипом NFC, достаточно производительным 8-нанометровым процессором Snapdragon 730G с тактовой частотой до 2,2 ГГц, а также классным AMOLED-экраном диагональю 6,47 дюйма с разрешением FHD+. Функцией AOD, встроенным дактилоскопом и фронталкой на 16 Мп в U-образном вырезе. Основная квадрокамера включает в себя главный модуль Sony IMX686 на 64 Мп, сверхширик 8 Мп, датчик глубины 5 Мп и макросенсор 2 Мп. Она поддерживает съемку видео в 4К и слоумо до 960 FPS. А также примечательно наличием лазерной, фазовой и контрастной фокусировкой и квот-вспышкой и светодиодом с холодным и теплым светом. По конфигурации памяти гаджет выпускается в трех вариантах с оперативкой объемом 6 или 8 ГБ или флэш-памятью размером 64 или 128 ГБ. Имеются разъем USB Type-C, мини-джек, FM-радио и ИК-датчик. Корпус выполнен во флагманском стиле и представляет собой сэндвич из двух стеклянных 3D-панелей Gorilla Glass 5, объединенных рамкой из алюминия. В топе лучших не могло не быть моделей среднего класса Samsung Galaxy M51. Этот монстр автономности, оснащенный гигантской батареей 7000 мАч с поддержкой быстрый 25-ваттный обратный зарядок, не имеет равных, да и просто достойных соперников поживучести. Также он обладает уже называвшимся процессором Snapdragon 730G, чипом NFC с шустрым боковым дактилоскопом и качественным экраном диагональю 6,7 дюйма с матрицей S-AMOLED+, разрешением FHD+, функцией AOD и встроенной фронталкой 32 Мп. Смарт получил приличную основную квадрокамеру. Ее состав, помимо главного сенсора Sony IMX682 разрешением 64 Мп, входят ультраширик 12 Мп, макрообъектив и датчик глубины по 5 Мп каждый. Камера поддерживает 8-кратный цифровой зум и умеет снимать видео 4К и Slow-Mo 240 FPS. Модель оснащена разъемом USB Type-C, миниджеком, FM-радио и тройным слотом с лотком для microSD на 512 ГБ. Смарт выпускается с флеш-памятью объемом 128 ГБ, размер оперативки у гаджетов, представленных в России, составляет 6 ГБ. Корпус смартфона, имеет лаконичный дизайн и выполнен из пластика. Спереди установлено стекло Gorilla Glass 3+. И снова Xiaomi Mi, а именно предфлагман Mi 10T. Он примечателен классным IPS-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением FHD+, встроенной фронталкой 20 Мп, увеличенной частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии Adaptive Sync, а также суперпроизводительным 7-нанометровым 5G-процессором Snapdragon 865. С тактовой частотой до 2,84 ГГц и качественной основной тройной камерой, представленной главным сенсором Sony IMX682, разрешением 64 Мп, сверхшириком 13 Мп и макросенсором 5 Мп. Камера поддерживает 10-кратный цифровой зум и умеет снимать видео в 8К и слоу-мо до 960 ФПС. Впрочем, плюшкам гаджета относятся солидная батарея 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, стереодинамики, чип NFC и шустрый боковой дактилоскоп. Также смартфон оснащен LED-индикатором уведомлений, ИК-датчиком, разъемом USB Type-C и датчиком освещенности с углом обзора 360 градусов. По объему оперативки модель выпускается с 6 или 8 ГБ типа LPDDR5, флеш-память представлена стандартом UFS 3.1, а ее размер составляет 128 ГБ. Корпус смартфона состоит из двух стеклянных панелей Gorilla Glass 5, объединенных рамкой из алюминия. Флагман Samsung Galaxy S21 относится к премиум-гаджетам. Его основными фишками являются адаптивный 120-герцевый яркий экран диагональю 6,2 дюйма с матрицей Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+, функцией AOD и встроенным скоростным дактилоскопом и фронталкой 10 Мп, а также классная основная камера, представленная тремя модулями, главным шириком и ультрашириком по 12 Мп каждый и телевиком 64 Мп. Камера примечательна аптостабом и отличным зумом до 30 крат, а также поддержкой съемки видео в 8К и слоу-мода 960 FPS. Гаджет построен на базе свежего резвого 5-нанометрового 5G-процессора Exynos 2100 с тактовой частотой до 2,9 ГГц. Выпускается с 8 ГБ оперативки стандарта LPDDR5 и флэш-памятью типа UFS 3.1 объемом 128 или 256 ГБ. За автономность отвечает батарею 4000 мАч с поддержкой зарядок трех типов, быстрой, проводной 25 Вт и беспроводных, быстрой 15-ваттной и обратной 4,5 Вт. Модель оснащена стереодинамиками разъемом USB Type-C с поддержкой USB 3.2 и чипом NFC с поддержкой Samsung Pay. Гаджет имеет достаточно компактные размеры. Корпус выполнен из усиленного поликарбоната и имеет уникальный двухцветный дизайн, значительную роль в котором играет боковая рамка из алюминия, обхватывающая объективы основной камеры. Имеется пыль и влагозащита стандарта IP68. Лицевая сторона гаджета защищена суперпрочным стеклом Gorilla Glass Victus. Вот мой сегодняшний обзор и подошел к концу. Друзья, пишите в комментах, какие современные смартфоны вы считаете топом за свои деньги. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением. Также я буду очень благодарен, если вы поставите лайк этому обзору и подпишитесь на наш канал. Если вам не безразличны мобильные гаджеты, Техноарена создана для вас. Здесь вам точно скучно не будет. Подписывайтесь на наш канал, смотрите мои видеоролики и не забывайте ставить лайки. Свежие видео я опубликую уже совсем скоро, так что не пропустите. Спасибо всем за просмотр этого ролика. Напоминаю, что ссылки на все смартфоны из этого обзора вы найдете в описании под видео. Благодарю за внимание, до новых встреч на Техноарене. Жду вас снова на нашем канале. Всем добра и удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok